Видеозапись появилась в сети в воскресенье 16 сентября. Видно, что от пруда серой шейки воздух поднимаются клубы пара. Оператор комментирует, что такое происходит уже не в первый раз. Видеоролик опубликовал местный житель. Он рыбак, который приходит сюда практически каждые выходные. По его словам, такое зрелище, к сожалению, уже привычное. За этот год уже это четвертый раз. Три раза летом сливали. И вот сейчас в сентябре четвертый раз. От этого кипятка умирает очень много рыбы. Последний раз было в середине августа. Просто вот по берегу идешь на рыбалку, видишь, как много очень карася, карпа, плотвы валяется. По словам местных рыбаков, живности в этом пруду умирает много. Дмитрий рассказал, что в середине августа, в период очередного слива кипятка, рыба варилась живьем. Она всплывала на поверхность и стоило ее слегка задеть, то тело тут же рассыпалось. Пару, исходящую от озера, чаще всего можно было увидеть по утрам. Причины его появления неизвестны. Ручей, который впадал в пруд серой шейки, уже высох. От него остались только влажные следы, которые приводят нас к неприметному серому зданию. Скорее всего, это распределительный тепловой пункт. По словам местных жителей, именно отсюда в пруд и попадает кипяток. Об этом свидетельствует и большая глубокая лужа, вода в которой, несмотря на окружающую температуру, все еще теплая. Другие рыбаки также ссылаются на это здание. С рыбалки, когда возвращался, подошел к местным рыбакам. Они говорят, что вот, опять из теплосети пришли, вентили открутили, стали кипяток сливать и все. Диспетчер опроверг какую-либо информацию о возможной аварии. Более того, он рассказал, что никаких поломок там не было. Никаких аварий там не происходило. У нас информации никакой нет. Я первый раз это слышу. Мнения местных жителей тоже расходятся. Одни говорят, что периодически замечают пар над прудом. Другие же утверждают, что ничего подобного не происходит. Сюда сливают кипяток иногда, в этот пруд. Вы такого не замечали, нет? Нет, ни разу замечали. Не видел. Но бывает пар. Когда бывает где-то порыв, вот по новоселов, то сюда сливается вода. И зимой даже парит то, что она горячая. Пруд Серой Шейки официально появился в ноябре 2017 года. До этого он назывался Черезовским. По задумке проектировщиков, это место должно было стать основной точкой отдыха для жителей Дашковой Песочни. При том, как отмечали при переименовании водоема, зимой он не замерзает. Поэтому и стал настоящим домом для кряков. Учитывая появление нового видео, эти фразы приобретают совершенно иной смысл. Вот только откуда взялся кипяток, так и осталось загадкой. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.